пенсии пособия это одни из самых чувствительных и болезненных вопросов нашего общества а почему да все потому что касаются они самых незащищенных слоев населения тех кто уже или еще не может работать а также в силу непреодолимых обстоятельств а государство которое должно о них заботиться оказывать помощь конечно они это делают но это больше похоже на крошки со стола господ вроде и дали что-то но больше унизили этими мизерными подачками об этом сегодня и поговорим салим до старт с вами тимир гали ахат идем прямо по кунаево о том что государство должно заботиться о тех кто не может позаботиться о себе сами обеспечить им достойную жизнь знают практически во всем мире но только не у нас хотя чиновники со всех сторон кричат о том что мы социально ориентированное государство слово-то какое помогаем всем подряд и те кому помогли должны быть благодарны по гроб жизни они тут некоторые еще и возмущаются чего-то не стыда не совести как говорится и ведь внушают эти мысли большинству а что на самом деле если раньше человек оплачивал подоходный и социальный налог заметьте всю жизнь он понимал что государство ему гарантирует как минимум бесплатное образование здравоохранение и достойную пенсию а что сейчас спросите вы теперь этих денег мало не все же еще карманы свои набили и острова на мальдивах купили надо еще с народа взять не будем им платить пенсию с этих денег пусть сами копят да и лечатся пусть тоже за свой счет а мы с этого еще деньжат поимеем потирая руки думают наши чиновники и вот чудесная реальность на лечение мы платим налог и на пенсию тоже купим сами при этом меня терзают очень смутные сомнения что же будет с этими накоплениями через пару тройку десятков лет если только за прошлый год инфляция обесценила их более чем на 20 процентов мало того очень мудрое управление пенсионными активами и вовсе показала отрицательные показатели доходности то есть наши накопления не только не прибавились но еще и уменьшились так где гарантии что через десятки лет мы не придем к нулевому балансу или деньги обесценятся настолько благодаря инфляции что пенсии на все накопления мы сможем купить один дневой апельсин но все это конечно лирика и предположения давайте посмотрим на реальные цифры в этом году минимальный размер пенсии солидарная плюс базовая составляет 77 тысяч тенге в том числе минимальный размер солидарной пенсии 53 тысячи тенге минимальный размер базовой пенсии составляет 24 тысячи весело наверное живется пенсионерам на 77 тысяч для этого они всю жизнь пахали на свою родину чтобы в старости выживать на мизерные копейки благо если кому-то дети или родственники помогают что делать тем у кого их нет тихо ждать смерти перебиваясь с хлеба на воду даже если представить что средняя пенсия в казахстане чуть более 100 тысяч тенге картина если честно не намного лучше аналитики picody.com рассмотрели пенсионные выплаты в 44 странах мира за прошлый год в рейтинге сравниваются суммы нет то то есть это те деньги который пенсионер реально получал на свой счет или на руки но это чтобы было по-честному среди 44 рассмотренных стран самую высокую пенсию получают жители норвегии 2017 долларов в месяц какие суммы да довольно высокие пенсионные выплаты также швейцарии сша в казахстане пенсию по возрасту получают более 2 миллионов человек а средняя пенсионная выплата в прошлом году составила 100 тысяч девятьсот восемьдесят четыре тенге чистыми или 220 долларов что является тридцать седьмым местом рейтинга низкие выплаты получают пенсионеры в албании молдове и украине значит у нас наверное еще не все так плохо и есть куда стремиться еще одна большая группа социально уязвимых людей это лица с инвалидностью их в нашей стране насчитывается пятьсот тридцать две тысячи человек на сегодняшний день размер пособия по инвалидности от общего заболевания первой группы составляет почти семьдесят восемь тысяч тенге второй группы 62 тысячи третьей группы 42 и это при том что на каждого инвалида государство выделяет миллионы тенге об этом кстати говорила депутат мажилиса ирина смирнова на этом же канале на программе фракция покажет подкаст государство вообще не скупится когда думает о людях но как попадают деньги чиновнику на этом конец государство в 2018 году предыдущий министр труда облгасыма надо сказать огромное спасибо мадина она озвучила она озвучила эту цифру в 2018 году на одного человека с инвалидностью первой группы государство выделяло в год минимум четыре миллиона четыреста тысяч тенге сейчас уже до 6 миллионов тенге доходит эта сумма ну оттуда мизерное вот это пособие она реально попадает все остальное попадает вот тем поставщикам тем посредникам тем прокладкам которые предлагают свои услуги ужасного качества в основном на портале their проблема она она на статистику работают не на качество они работают на свой карман Стасе они работают на свой карман инвалид человек с инвалидностью получает абыкакую услугу абыкакое там техническое устройство потом он вынужден то что ему нужно покупать каким-то образом там вместе с родственниками государство деньги выделила кто-то а человек остался низким свою очередь депутат мажилиса кинжигур сиджан знающий о проблемах лиц инвалидностью не понаслышке, предложил свое решение проблемы в части обеспечения необходимыми техническими средствами. Из-за различных схем, из-за того, что многие люди, поставщики, пользуются тем, что законодательство в этой сфере не очень отрегулировано, нет других каких-то схем, да, деньги, которые выделяются государством на наши технические и другие средства, да, они, можно так сказать, если громко сказать, разворовываются. Вот, и мы это предложили, чтобы нам, людям с инвалидностью, давали напрямую, чтобы мы могли выбрать... Ваучер. Да, ваучер, денежный ваучер называется, да, и это принимается в других странах, причем повсеместно принимается, и это очень распространенная практика, и если это в Казахстане будет, многие социальные вопросы, напряженные вопросы, да, у людей с инвалидностью просто снимутся. Будем надеяться, что предложения и доводы депутатов будут услышаны. Услуги станут более качественными и доступными. Кстати, и пособия с июля им пообещали увеличить еще на 14,5%. Правда, от невысокого пособия и надбавка будет несущественной. Это вам не от миллионных зарплат топ-менеджмента прибавку считать. Отдельного внимания заслуживают и получатели адресной социальной помощи. Ее имеют право получать семьи со среднедушевым доходом, не превышающим черту бедности для конкретной области. Например, в Астане это 35 тысяч тенге. То есть, средний доход каждого члена семьи должен быть меньше этой цифры. Допустим, отец семейства зарабатывает 120 тысяч, жена не работает и сидит дома с детьми. И трое малолетних детей. Значит, доход 120 тысяч делится на пятерых. Получается 24 тысячи тенге. Это доход ниже черты бедности и семья имеет право на АСП. Но и здесь все не так просто, что вы нищие и вам придется еще и доказывать, причем регулярно. А получать вы будете всего лишь разницу между вашим доходом и той самой чертой бедности. Таким образом, государство поможет вам стать из нищих бедными. Депутат Мажелиса Гаухарта нашего предложила отменить АСП для многодетных и матерей, воспитывающих детей с инвалидностью и заменить его на фиксированное пособие. Во-первых, получить адресную социальную помощь очень сложно, можно сказать даже невозможно. Процедура очень унизительная для семьи. Каждые три месяца семья должна подтверждать, что она живет в нищете. Доказывать, что она нуждается в этих мизерных копейках. И у нас предложение, которое мы озвучили сегодня, это предложение, которое мы внесли в нашу предвыборную программу. Один из важных пунктов нашей предвыборной программы, это отмена АСП и назначение единого пособия на каждого ребенка ежемесячно в размере 70 тысяч тенге. Это минимальная, мы взяли из расчета минимальная заработная плата. В данный момент многодетные семьи получают на одного ребенка, если из расчета взять, 13 800 тенге. Ну это совсем такая смешная сумма. К сожалению, предложение депутата у власти имущих не нашло должного отклика. Наверное, обеспечить нуждающимся детям достойную жизнь государству не с руки. У чиновников другие заботы. Например, какой отель на Мальдивах выбрать. Я не говорю, что отдыхать это плохо. Нет. Но только не за народный счет. Как бы хотелось, чтобы наши дети, инвалиды и пенсионеры не чувствовали себя выброшенными на обочину существования, а могли радоваться и наслаждаться полноценной жизнью. Неужели для этого так много надо? Задумайтесь над этим. Кстати, в этот день, в праздник Великой Победы, не могу не вспомнить о наших ветеранах. Низкий им поклон за их самоотверженный подвиг. Жаль, что ценить людей начинают в нашей стране как минимум слишком поздно. Сейчас в Казахстане ветеранов Великой Отечественной войны осталось всего 237 человек. В этом году им выделили по полтора миллиона тенге. За это, конечно, благодарность Акиматам. Научитесь ценить людей, пока они живы. Ну а мы с вами, как обычно, встретимся прямо по Кунаево. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, о чем хотите поговорить. Вместе у нас обязательно получится хотя бы что-то изменить к лучшему. Кстати, хотел бы поблагодарить этот канал за предоставленную площадку, где мы можем говорить открыто и без цензуры. До скорого, друзья!